Привет, ребят, и сегодня я решил сделать игру Flappy Bird. В последнее время я стал как можно больше уделить время на разработку игр на чистом языке C++. Так это раз, интересно, два, это огромная практика и опыт. Реализация физики, генерация колонн, отстежение столкновения и многое другое включает в себя игра Flappy Bird. Давайте без долгого вступления, с вами Чеффи и мы начинаем. Поехали! Значит тык, дык, тык, тык, жвуу, жву, 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 жвуу, жву, жву. Фух, самое сложное позади. Теперь переходим к коду. И да, не забудьте установить библиотеку МАЛЛЬ. Теперь точно переходим к коду. Так, с самого начала получаем 4 библиотеки. Одна из них будет моя, в ней я реализовал класс для упрощения анимаций персонажа. Далее мы создаем окно размерами weight на height, длина ширина, ну понятно да. Собственно это две константы, которые мы потеряем в самом начале программы. Далее мы добавляем нашу птичку. Сделаем это с помощью моей библиотеки GameController, то есть мы создаем переменную типа object2d. С помощью метода addAnim мы добавим нашей птичке анимацию, кадры анимации. И с помощью методов setPosition и setScale мы создадим дефолтную позицию и дефолтный масштаб. Кстати у меня на канале было видео по анимации, посмотри его. Так, теперь мы давайте зададим длину и ширину птички. Я просто взял разрешение картинки и умножил на масштаб по соответствующим осям. Далее мы создаем три переменных. Это ускорение свободного падения и скорость толчка птички, а также переменная текущей скорости птички. Данное значение нужно подобрать, так чтобы игра оказалась реалистичной. Давайте создадим цикл вайл и сделаем так, чтобы он выполнялся пока игрок не закроет окно. Затем мы очищаем экран белым цветом, вызываем метод анимации и показываем наше окно. Так, запускаем программу и мы увидим птичку на белом фоне с анимацией. Теперь мы должны заставить тебя двигаться. Для этого мы напишем функцию физики. Ну и конечно не забывайте про прототип функции. Больше не буду про это напоминать. Создадим переменные xy, это соответственная позиция по xy нашего персонажа, то есть птички. Так как скорость это ускорение умножить на время, то мы собственно это и напишем. Мы к нашей скорости прибавляем ускорение свободного падения умноженное на dt. dt это delta time. В нашем случае это будет время, прошедшее в миллисекундах между тактами процессора. А для того чтобы изменить координату, мы умножаем нашу скорость текущую на dt. Здесь все просто. Нам остается переместить нашу птичку в позицию xy с помощью метода move и вызвать нашу функцию в цикле while. Так, теперь нам осталось создать dt, сделаем это с помощью класса clock, он находится в sml. Как показано на экране, сначала находим время в микросекундах, затем поделив на 1000, переводим в миллисекунды. Далее перезапускаем время с помощью метода restart и запускаем нашу программу. Видим как птичка падает под действием силы гравитации. Теперь создадим функцию, чтобы поднимать нашу птичку при нажателе на пробел. Далее создаем переменную isSpace, которая сначала равна нулю. Она нужна для того, чтобы нельзя было зажимать пробел, и лететь. При нажатии на пробел мы обновляем скорость и прибавляем к ней скорость толчка птички. При отпускании пробела мы разрешаем опять нажать на пробел. Давайте вызовем нашу функцию и запустим программу. У нас уже есть летящая птичка, которую можно управлять при нажателе на пробел, и на которой действует сила гравитации. Flappy Bird без колонн это не Flappy Bird. Поэтому давайте добавим колонны в нашу игру. С самого начала создадим класс Tower. Это класс, в котором будет храниться информация о колонне. Позиция по x, y, масштаб, спрайты нижней и верхней колонны, длина и ширина. Теперь мы напишем метод для задания дефолтных значений. Думаю здесь все понятно. Загружаем текстуру, создаем спрайт и задаем первоначальные значения. Также в классе мы создаем булевую переменную moving. Если true, то колонна двигается, иначе стоит на месте. В дальнейшем вы понимаете для чего это нужно. После написания класса мы создадим массив объектов данного класса. Количество элементов – это количество колонн, которые могут уместиться в окне. Для длины окна 1500 пикселей и расстояние между колоннами равное 500 пикселей, я взял 4 колонны, чтобы наверняка. Давайте с помощью цикла for мы зададим дефолтное значение нашим колоннам. Для этого вызовем написанный метод setDefaultValues. Также мы создадим первоначальную позицию по x, это weight. То есть мы перемещаем нашу колонну в самый конец и так, чтобы ее не было видно. Позиция по y – это рандомная позиция. Она берется в следующем интервале. И да, рандом я сделал с помощью функции rand. Как ее сделать, посмотрите в видео про рандом. Здесь будет подсказка, перейдите по ней и вы узнаете, как генерировать рандомные числа, если вы не знаете. Давайте заставим двигаться наши колонны. Напишем для этого отдельную функцию. В ней мы сначала создадим переменную последней колонны, она равна нулю. Потом мы будем ее изменять. С помощью цикла for мы пройдемся по всем колоннам. И если переменная moving равно true, то мы двигаем нашу колонну. Мы умножаем скорость на dt. Все так же, как при движении птички. И да, мы должны разрешить в самой первой колонне двигаться, то есть moving нулевого элемента сделать в true. Позицию по y мы никак не изменяем. Далее мы выводим наши спайты на окно с помощью метода true. Далее мы разберемся, когда будут двигаться оставшиеся элементы. Если расстояние последней колонны до правой границы окна больше либо равно расстояния между колоннами, то мы, во-первых, плюсуем счетчик последней колонны. Либо обнуляем его, если счетчик равен индексу последнего элемента массива. И, во-вторых, мы разрешаем двигаться последнему элементу. А также мы перезадаем позиции птички так, как мы это делали при задании дефолтных значений. Так, нам осталось забраться со счетчиками первой колонны. Нам это придется, когда мы будем отслеживать столкновение. Здесь все абсолютно логично, как со счетчиком последней колонны. Мы будем изменять данный счетчик, когда наша колонна вышла за границы левой рамки. Давайте вызовем нашу функцию, передав в нее нужные аргументы. Давайте запустим программу, и мы увидим, как наши колонны друг за другом двигаются прямо на птичку. Осталось сделать так, чтобы при столкновении птички с колонной игра останавливалась. Напишем функцию Check Collision, то есть отслеживание столкновения. Сначала сделаем так, чтобы птичка не вылетала за границы карты. Здесь все просто. Если позиция птички по Y больше высоты окна или меньше нуля, то мы ее останавливаем прямо на границе, не выпуская ее за пределы. Теперь разберемся с колоннами. Для того, чтобы птичка столкнулась с колонной, нужно 4 условия. Для начала птичка по Y должна быть выше верхней колонны и ниже нижней. Логично. Следующие два условия. Птичка должна быть правее левой стороны колонны и левее правой. Да, понимаю, непросто, но попробуйте несколько раз вчитаться в код и прислушать меня. Если какого-то раза вы точно поймете. Ну а теперь осталось дело за малым. В цикле вайла мы отслеживаем столкновение. Если птичка не столкнулась, то игра продолжается, иначе останавливается. Здесь все понятно. Запустим программу и попробуем столкнуться с колонной. И видим, что все работает идеально. Так, ребята. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Вы можете отработать игру. Сделать фон, звуки, перезапуск и другое. Ну а если вам было что-то непонятно, то пишите мне в Дискорде. Там я обязательно вам помогу. Не забывай про лайк и подписку, ведь дальше только лучше. Я знаю, тебе не сложно. С вами был Чефи. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok